Как говорил Владимир Ильич Ленин, фабрики рабочим, землю крестьянам, рейндж-ровер безработным. Именно поэтому в нашей сегодняшней программе смесь алюминия, тонировки и дерева. Полное название этого зверька звучит так, ленд-ровер, рейндж-ровер ВОК. И когда-то он стоил довольно внушительных денег, а именно 110 тысяч американских рублев. Автомобиль для серьезных ребят, включая министров, депутатов и просто успешных товарищей. Однако сегодня такую машину можно легко приобрести дешевле, нежели новый Рено Логан. И это не безумие, дорогие друзья. Третье поколение, 322 кузов, 2006 год от Рождества Христова. Этой машине почти 15 лет, но она по-прежнему в охренительном состоянии. Конечно, опытные пользователи интернета скажут, что любой рейндж это полное говнище, очень ненадежное ведро, содержание которого стоит безумных денег. Но правда заключается в другом. Именно этот кузов, именно с этим мотором и коробкой, это разумно, это не очень дорого в обслуге, и как бы смешно ни звучало, это надежно и ремонтопригодно. Найди автомобиль в хорошем состоянии, соблюдай регламенты, используй хорошее масло и катай на нем еще долгие-долгие лета. Это поколение делали с 2002 по 2012 год, и, наверное, сложно найти машину, которая была бы столь же противоречива. Многие люди уже давно путают реальный мир с миром виртуальным. Виртуальный мир Ютьюба напрочь исказил всю суть подобных автомобилей. Впрочем, он исказил много чего еще, ведь чтобы хайпануть, некоторые блогеры находят убитые кривые рейнджи с пробегом по миллиону, рожая мифы и иллюзии без всякой объективной информации. И отчасти это замечательно, поскольку именно штампы и заблуждения влияют на то, что в девятнадцатом году эту роскошную тачку в отличном состоянии можно купить всего за шестьсот шестьдесят ка. Триста тысяч пробега, и, судя по всему, умирать он пока не планирует. Но для начала немного теории. Рейнджровер — это по большому счету бренд внутри бренда. В шестидесятых годах англичане решили выйти на американский рынок с более комфортабельной версией лендровера. Вместо ресор — пружины, дисковые тормоза и постоянный полный привод. Тема пошла, причем не только в Штатах, и в 2004 году выходит второе поколение. Отличная была машина, а спустя еще восемь лет — третье поколение. Что характерно, на тот момент, в 2002 году компания Лендровер принадлежала компании БМВ, и баварские ребята изрядно поглумились над рейнджами. Интересно, что по этому поводу скажут жители графства Сурей? Как же они это сделали, дорогие друзья? Да элементарно, они понавтыкали сюда свои говномоторы. Ненадежные, неэкономичные, но зато очень бляхомухотехнологичные. На тебе, боже, что нам негоже. В это время и возникает поговорка, мол, если вы видите на дороге рейнджровер, то он едет либо на ремонт, либо с ремонта. По большому счету, именно моторы от компании БМВ подпортили репутацию рейнджровера. Кстати, то же самое они сделали с Пежо Ситроеном. К счастью, в пятом году компания Форд выкупает лендровер и новый рестайлинг, тот, который у нас на обзоре, получает замечательные моторы от Ягуара. 4.4, 4.2 компрессор. И вот с ними проблем-то и нет, как и с коробкой о шести ступенях. В общем, автомобиль стал гораздо лучше и надежней. Но только дурную славу это не отмыло. А в 2008 бренд выкупили вообще непонятно кто, но это были индусы, бывшая колония Великобритании. Если вы не являетесь подданным ее величества, то не нужно покупать дизельные рейнджи, а также рейнджи с моторами от БМВ. Хотя, например, фордовские дизельные ТДВ-8 при условии использования хорошего топлива тоже бегает, дай бог. Однако, на Святой Руси далеко не везде и далеко не всегда можно добыть хорошее топливо. А это печально. Другое дело двигатель от компании Jaguar V8 на 4,4 литра. 306 лошадиных сил, крутящий момент 440 ньютонов на метр. И речь идет исключительно про атмосферный мотор. Дальше чисто мое предположение, почему еще всякий рейндж-ровер считают ненадежным. Среди семи разных двигателей, которые втыкали на третье поколение, три двигателя имели одинаковый объем 4,4 литра. Первый дабл Ванос М62 очень ненадежный, второй очень надежный и третий турбодизель. Но все говорили, вот 4,4 плохой двигатель, имея в виду исключительно мотор от БМВ. То есть, две других установки просто попали под раздачу. И это особенно несправедливо по отношению к мотору от JV8. Ягуаровский компрессорный движок 4.2 поедет гораздо быстрее. А вот двигатель от компании БМВ, скорее всего, в наше время уже никуда не поедет. А давайте еще добавим масла в огонь. Есть рейндж-ровер ВОК. Есть спорт, а есть ЭВОК. Спорт на раме и по ряду причин его обслуживание реально вылетает в копеечку. ЭВОК это вообще непонятно что, а сбоку бантик. Вот вам простой пример. У меня есть знакомый, так вот он приобрел новый ЭВОК для супруги. Бензиновый двигатель 2 литра. Ровно через неделю после того, как вышла гарантия, при пробеге чуть больше 100 тысяч километров от блока откололся кусок. И все, хана мотору. Но хватит о грустном, вернемся к нашему агрегату для извлечения кайфа. 5 метров длины, 2 метра высоты и ширины. Вес 2 тонны 600 килограмм. То есть при желании эту машину можно использовать в качестве яхты. Главное найти лужу поглубже. Автомобиль имеет интегрированную раму и массивные подрамники. В отличие от спорта, тут не надо домкратить кузов при любом ремонте. Хотя, чтобы, например, поменять свечи, нужно разобрать пол морды под лобовым стеклом. Раз в год желательно калибровать пневму и чистить баллоны. В этом случае с подвеской проблем не будет. Замечу, что на скорости выше 100 километров в час кузов автоматически опускается. Постоянный полный привод и блокировка, которая при включении сразу же передает сигнал тревоги в штаб-квартиру Mi-6. И на этом фоне мне бы хотелось сделать бесплатную рекламу одному замечательному приложению. Речь идет о взаимопомощи на дорогах и за пределами онных. Джип-алерт это сообщество добровольцев, где одни люди выручают других. Причем, либо вообще бесплатно, либо за топливо. Допустим, вы или ваши друзья неудачно поджиповали и встряли по самое небалуй. Скорее всего, телефон 112 пошлет вас в неизвестном направлении. Но есть ведь другие любители внедорожья. Вы создаете заявку и тот, кто находится неподалеку, обязательно приедет и вытащит вас из жопы. Да и вы можете приехать и помочь другим. На самом-то деле мир полон хорошими людьми, поэтому расскажите знакомым о джип-алерте. Вступайте в сообщество и выручайте тех, кто просит. Как говорят англичане, каждая потеря это приобретение, а каждое приобретение это потеря. Но вернемся к рынжу. Существует еще ряд иллюзий по части этой машины. Например, расход топлива. Видел обзор, где молодой человек утверждал, что ягуаровский мотор поедает больше 20 литров. Все это полная хрень. Город 15-16, трасса 10. А вот М62 реально жрет больше 20 литров. Дьявол кроется в деталях, господа. Машина отлично звучит. С одной стороны 8 горшков, а с другой стороны акустика Харман Кордон. В плане отделки здесь все по-королевски. Если дерево, то дерево. Если кожа, то кожа. Все материалы охренительного качества. По большому счету, покупая такую машину, вы покупаете домик в западном Йоркшире. И это практически все штампы, которые приходят мне в голову при упоминании старой доброй Англии. В принципе, я понимаю любителей рейндж-ровера, ведь после этой машины очень сложно пересесть на что-то другое. Это как сравнивать двигатель Ягуар и одноименный энергетический напиток. Теперь по поводу электроники. Допустим, у вас загорелся чек. Многие тут же паникуют и едут на сервис, но это неправильно. Чаще всего машина подумает, погрустит немного, послушает ранние альбомы Стинга и проблема уйдет. А еще тут регулярно сгнивают подножки, особенно правая. 7 тысяч рублей на Авито и у вас новая подножка. Еще один сложный вопрос решен. Очень мягкая подвеска, естественно пневма, при этом автомобиль отлично держит дорогу. Чтобы на нем улететь, нужно быть очень одаренным человеком. Как правило, такие машины покупают две категории граждан. Первые понимают, что это премиальная и сложная тачка, в которую по-любому нужно вкладывать. Вторые ни черта не понимают и ждут, что рейнджровер будет возить их вечно, за здорово живешь. Господа, нужно прикинуть риски с учетом того, что это уже не новые тачки, хотя и очень хорошие изначально. Эта машина была у нас в подборе и мы нашли ее всего за несколько дней. Когда я уже практически допилил это видео, мне написал Евгений, счастливый обладатель своей мечты. Он прошел полную диагностику и все подтвердилось, по тачке проблем нет. А вот что он говорил сразу же после переоформления машины в ГИБДД. Волков боятся в лес не ходить. Сначала я посчитал, сколько может стоить возможный ремонт, возможное обслуживание. Прикинул свои возможности, нашел хороший вариант, обратился в автоподбор и в принципе взял. Знаю то, что он может вытягивать деньги, то, что ходит стереотипы, но посмотрим, как оно будет. Я в принципе все это принимаю. Я прекрасно понимал, что это за машина, сколько ей нужно денег. И она действительно приносит удовольствие. То есть я в эти же деньги мог купить что-нибудь простое, но молодому парню, конечно, что-нибудь простое не хочется. То, что плохо про ранжеры говорят те, у кого его не было. Наша же скромная задача заключалась в том, чтобы найти лучшую тачку на рынке в пределах его бюджета. Так и получилось. Из минусов, которые невозможно полностью избежать на такой машине. Не работает обогрев руля и один из датчиков парктроника. Косметический окрас крышки багажника 200 микрон, тоже и по задним крыльям. Все остальное в родне. А еще эти машины практически не угоняют. А еще эти машины по-прежнему уважают. А еще они большие, безопасные и очень душевные. Все зависит именно от конкретного автомобиля. Хотите его купить? Очень хорошо все обдумайте. Найдите аппарат, который не убивали все эти годы, у которого один или два хозяина. Взрослых, нормальных людей. Проверьте хорошенько автомобиль перед тем, как его брать. Например, в нашем случае оказалось, что мотор до сих пор не поедает масло и уровень держит от замены до замены. Так что вот. Если за машиной следили, если ее вовремя обслуживали и не убивали, то в принципе ее можно покупать и в наше время. Причем смело. Должен сказать, что все люди разные, как и автомобили. Но при всех прочих равных, Range Rover это Range Rover. А Логан это Логан. Надеюсь, у меня получилось хоть сколько-нибудь полезное видео. И в любом случае, прежде чем что-то делать, нужно понимать, кто ты и куда идешь. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, оставляйте комментарии и до скорой встречи. Она всегда выглядит Камильфо. Она в журналах, она везде У Луны ее профиль Она бывает в моей посте Ли с утренним кофе Ли с утренним кофе Ли с утренним кофе